здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить очередную микро мушку по вашей просьбе также изготавливать будем несколько по-другому не как обычно намотали немножечко свинца подгрузили латунная головка где-то приблизительно в районе два и два десятых миллиметра два с половиной какая у вас будет подклеили нитку берем как обычно так чтобы она была достаточно крепко но желательно чтобы была очень тонкая закрепили нить за свинцом и промотаем немножечко наши целью почти до самого-самого загиба немножко не заходим за загиб здесь мы должны с вами закрепить те материалы как из которого будем изготавливать наше тело первое это вот у меня я как обычно не выбрасываю у меня вот остаются вот такие остатки пера цесарки очень подходит нам для изготовления нашего хвостика при вымеряем длину длина нашего хвостика должна равняться приблизительно почти длине нашего тела вымеряли подвели наше перышко удерживаем и притяжной петлей подхватываем наш хвостик подхватили не приматываем посмотрели как он у нас смотрится вполне достаточно остатки пера отрезаем так чтобы они доходили у нас до края свинца сегментировать тело и изготавливать само тело есть несколько вариантов можно использовать вот такую блестящую пленку учитывая то что она достаточно широкая ее можно сложить пополам и потом сделать сверху чехольчик как мы изготавливали бокоплав если у вас по каким-либо причинам нет то можно полиэтиленовой пленкой но я буду изготавливать вот из такого материала предварительно я слегка примял край для того чтобы мне можно было закрепить и все равно подрежу вот так слегка еще на косую в этом месте крепим нашу пленочку так чтобы она у нас аккурат вышла наверху цевья вот закрепили и теперь слегка разравнивая двигаемся в сторону нашего хвостика это у нас будет покрывной чехольчик на нашей нимф очки как я уже вам объяснял это все можно изготавливать и из материалов которые можно люрексом можно полиэтиленовой пленочкой все что вы сочтете нужным для сегментации я взял вот такую проволоку это чешское производство почему именно эту потому что для микро мушки толщина ее как вы видите вполне соответствует что-либо подходящие по диаметру из наших медных проволочек у меня не нашлось поэтому я вынужден обратиться к такому варианту если у вас имеется леска меньше чем 00 будем говорить там 7008 005 желательно конечно использовать проволоку так как она у нас будет дополнительно добавлять эффект сегментации тела если у вас нет допустим возможности можете сделать с помощью лески убираем пока все элементы мушка наша будет состоять из части тела которая будет выполнена одним цветом с добавлением немножечко другого цвета уже ближе к грудке и сделаем мы небольшую опушечку тоже из подшерстка который будет иметь и имитировать у нас лапки я взял уже готовый даббинг это вот той же фирмы hands почему потому что он достаточно мелкий чтобы можно было его использовать для вязания моей микромушки как я уже объяснял можно использовать подшерсток наших домашних животных если их толщина нам позволяет в начале как и обычная нимфочка она у нас должна быть немножко светлая совсем немного берем нашего меха и вот так потихонечку за счет нашего клея добавляем на нить так чтобы только обозначилась наша нить нанесли слегка вот так прихватили прокрутили его сильно не утрамбовываем приблизительно сантиметров семь восемь нам будет достаточно для того чтобы мы изготовили первую часть нашего тела следим за тем чтобы даббинг ложился у нас ровненько без горбов вот приблизительно вот такая у меня вышла даббинговая моя нить и я теперь начиная от самого загиба двигаюсь в сторону свинца стараясь придать нашей нимфе небольшую коническую форму как в природе от хвостика и ближе к грудке тело наше увеличивается в диаметре и теперь мы с вами можем спокойно переходить ко второй стадии это берем уже несколько темнее мех он такой непонятно коричнево болотного цвета ближе даже к темному к темному хаки который хорошо обозначит нам нашу грудку добавили также понятное дело что количество этого даббинга должно быть значительно меньше если вы решите изготавливать из другого материала то желательно так чтобы материалы по своей плотности соответствовали и сформируем теперь нашу грудку она должна быть несколько пышнее движемся в сторону колечко стараемся оставить пару миллиметров для того чтобы мы с вами закрепили другой материал вот приблизительно как вы видите сверху сбоку мы выровняли нашу тело нашей мушки достаточно симпатично в качестве лапок можно выполнить и опушечку из допустим пера перепелки куропатки но очень сложно найти такой длины чтобы были ножки а подрезать и показывать вам этот метод я в данный момент не хочу я беру подшерсток вот такой песца который тоже достаточно у меня мягенький но имеет хорошую структуру по длине волос что подходит на моей лапке мы не делаем сейчас ёршиков вееров то есть я наношу прямо на нить и формируем даббинговую нить количество подберете себе сами сколько для вас это будет необходимо вот как я вижу уже в данный момент мне этого меха вполне достаточно для того чтобы потом начисали мы свои ножки переводим нить в сторону колечко и здесь оставляем и теперь аккуратненько следим за тем чтобы наш чехольчик ровненько лег над спинкой нимф очки удерживаем в одной руке аккуратненько теперь крепим нашу пленку первым виточком немножечко продавили вторым больше подтянули стараемся не порвать нить и не повредить тот материал который у нас имеется пока ничего не отрезаем и теперь берем нашу проволоку которую мы с вами закрепили для сегментации тела в какую сторону мы будем сегментировать это вы уже друзья выберите для себя сами это уже несущественно и в натяжку также стараемся не повредить наш материал начинаем проматывать и сегментирую заодно нашу спинку стараемся равным шагом продавить наши сегменты дошли до нашей грудки и вот так аккуратно переводим теперь снизу сторону нашего шарика подвели крепим теперь здесь все материалы и остатки удаляем сделали завершающий узел слегка я нанес капельку фломастером обозначил спинку и слегка распушил даббинговой иглой грудочку и как вы видите вот такая симпатичная наша нимфа готова к работе изготавливать ее можно как я уже говорил из разных материалов поэтому старайтесь так чтобы была соблюдена пропорция огрузка и все остальное очень уловистая нимфочка практически в бесклевье очень очень выручает благодарю вас за внимание до скорых встреч в следующем видео